Бурная дискуссия депутатов городского совета в начале года, в которой обсуждалась дальнейшая судьба пальм и туй, на красноярских улицах, похоже, дала свои плоды. До лета осталось всего два дня, но ни одной пальмы в городе так и не появилось. Чиновники уверяют, подводит погода. Но наш корреспондент Станислав Карпович выяснил и другие обстоятельства. Так пусть сначала посадят кедр и уберут пальму. Да, мы старый мир до основания разрушим, а новый так и не построим. Перефразировав строки из интернационала, Евгений выказывает свое мнение к происходящему. До лета осталось всего два дня, а главных достопримечательностей экзотических растений до сих пор нет. Ни пальм возле педа университета, ни туй, сквери, дзержинского. По мнению молодого человека, это как-то связано с бурной дискуссией в горсовете, которая развернулась в начале года. В вопросе судьбы диковинных растений депутаты разделились на два фронта. Половина выступила за сохранение южных деревьев, вторая напротив. Называла это глупостью и пустой тратой денег. Но после все затихло. Вот и решил красноярец, что верх взял рационализм. Это глупо кажется, тратить деньги города на пальмы. Но то же самое глупо женщине покупать красивое платье, мужчине в хорошем деловом костюме идти на работу, либо смешно нарядиться на праздник. Это же глупо, но это же радость, это же эмоции. Это не достопримечательность, это просто хорошая, хорошая, позитивная эмоция. В департаменте городского хозяйства заявляют, экзотические растения никуда не девались. Все они вновь займут свое место на городских улицах, как только потеплеет. Пальмы появятся в городе чуть позже, так как они более теплелюбивые растения. Сейчас пока они адаптируются, то есть озеленители их на время выносят из теплеть, и чтобы они привыкали, и соответственно потом заносят обратно. Действительно, все растения сейчас находятся на территории управления зеленого строительства и уже проходят акклиматизацию на свежем воздухе. Однако, по словам ее сотрудников, часть южных деревьев дожидается отнюдь не переселения на улице Красноярска, а своей продажи. Порядка 50 тысяч рублей. Это было 10 лет назад. Сейчас я даже не буду с такой. Вот только процедура эта отнюдь не быстрая. Пальма, она и как товар экзотика. Нужно прийти к нам в офис, в контору нашу обратиться, написать либо письмо, и с просьбой предоставить им или продажу, или аренду на содержание как раз вот этого дерева. Ну это может любой желающий? Да, составляется договор, документы все. Но пока желающих прикупить пару-тройку пальм или туй нет. Не сильно, как оказалось, их жалуют и сами горожане. У нас есть, как говорится там, ну наши отечественные деревья, которые должны украшать наш город. А пальмы пусть там на югах. Я думаю, они не помешают. Пусть будут. Почему? Ну, какое-то разнообразие просто будет. Просто вместо обыкновенных деревьев будут пальмы. Они как бы не вписываются в нашу экосистему в принципе, но это было бы интересно в некоторых местах, чтобы ну как-то оживить картину города. Тем не менее, пальмы и туй за 10 лет стали уже своеобразной визитной карточкой летнего Красноярска. На них приезжают посмотреть практически со всех уголков страны. Если от них и отказываться, то только после опроса горожан. Станислав Карпович, Павел Иваницкий, Марат Мухамедшин. 7 канал. Новости 24.